Всем привет! Меня зовут Евгений Трофимов. Я являюсь соучредителем Евразийского завода строительного оборудования. Сегодня я хочу рассказать вам о том, с чего мы начинали наше производство и чего мы добились, к чему мы пришли. Чтобы не пропускать новые ролики, я хочу вас попросить поставить лайк этому видео и обязательно подпишитесь на канал, потому что на этом канале мы будем поэтапно рассказывать о сборке нашего оборудования и другие подробности технологических процессов. В общем, начинали мы свое производство вот с такого скромного помещения. Может быть, внешне оно выглядит непрезентабельно, но со своими функциями и с качеством сборки мы справляемся. Пойдемте внутрь, я вам покажу сейчас процесс сборки нашего оборудования. Сейчас мы находимся в нашем цехе, на нашем производстве. Еще два года назад мы здесь занимались сборкой и производством винтовых свай, но когда мы этим занимались, мы столкнулись с проблемой, как и многие производители. На выходе у нас получались очень кривые шнеки, мы их делали самодельным кустарным производством. Вот яркий пример кривого шнека, мы его сейчас откопали в кучу мусора. Это то, что мы делали раньше, то, какие шнеки получались у нас раньше. Видно, что он лопушит, он не имеет геометрию, угла 90 градусов нет. В общем, можно сказать, что это мусор полный. Сейчас мы от этой проблемы полностью избавились. На нашем оборудовании получаются идеально ровные шнеки. Вот, например, можно обратить внимание вот на этот шнек. Уже посерьезнее, уже больше. Толщина у него десятка. Можно увидеть, что геометрия у него ровная, правильная. Изначально мы гнули шнеки вот на этой самодельной приспособии. То есть сюда вставлялся шнек и по осям вытягивался. Естественно, это сказывалось на качестве. Стык у шнека получался кривой. На трубу он не залезал, либо наоборот болтался. Ну, то есть сталкивались с обычными проблемами, как и большинство производителей в России. И потом нашим конструкторам была поставлена задача начать изобретать какую-то упрощенную технологию для того, чтобы шнеки на выходе получались идеальной формы. Прежде чем мы приступили к разработке своего рабочего прототипа, мы искали похожий станок в России, либо в Европе для наших мусор, но ничего не могли найти. Единственное, что мы узнали, что большинство российских компаний либо перекупают шнеки в предпочтительной из-за Италии, либо гнут на каких-то самодельных приспособлениях. Естественно, шнеки получаются неподлежащего качества. Именно после этого мы приняли решение разрабатывать нашу собственную технологию, ни от кого не зависеть. После более чем года разработок нашими инженерами был сконструирован вот такой вот рабочий прототип. Естественно, выглядит он совершенно непрезентабельно, но мы на нем оттачивали технологию будущих наших станков. И уже вот на этом прототипе мы сумели добиться более-менее хорошего качества витков, но все равно до идеала еще было далеко. Здесь мы видим небольшие матрицы, которые используются сейчас на наших станках. Естественно, у нас на наших станках матрицы габаритов намного больше, но так как под винтовые слаи вот эти матрицы подходили, мы пользовались именно этими. И вот здесь можно увидеть примеры виточков, которые гнулись как раз-таки на вот этом небольшом прототипе. То есть нам его хватало. Но потом мы задались себе целью, а почему бы не нам на базе вот этого прототипа придумать какой-нибудь продуктоспособный, тамораспособный агрегат, который будет закрывать очень много нужд наших российских производителей. И мы поставили себе задачу маленечко винтовные сваи отбросить на задний план и заняться именно производством оборудования. Вот этот шнек гнулся тоже на этом прототипе. Как можно видеть, здесь большой шаг, правильная ровная геометрия. Вы можете себе представить, какие возможности имеет наш основной станок, если вот такой шнек гнулся, справился даже вот этот прототип. Мы поднимемся к нам в кабинет, и я хочу показать вам программное обеспечение, которое было тоже разработано нами под наше оборудование. Пойдемте. Сейчас я вам хочу продемонстрировать наше программное обеспечение, которое мы разработали специально под наше оборудование. Эта программа работает от обратного. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Сейчас большинство предприятий, как делают шнеки, они сначала чертят чертеж в компасе, либо в сольтворксе, потом отправляют его на плазменную резку, только потом каким-то способом кустарным его пытаются загнуть. Но не всегда компас выдает именно те параметры самой заготовки, которые подойдут под геометрию нашего витка. Мы от этой проблемы ушли, и сейчас мы в нашей программе будем вводить именно конечную геометрию, которую мы хотим получить на выходе. А именно, ну, например, давайте возьмем 450 внешний диаметр, диаметр трубы возьмем 108, шаг витка мы возьмем, ну, пускай будет 350, толщина заготовки, пускай будет 16 мм, и можем выбрать также марку стали. У нас в нашем программном обеспечении представлено большинство марок стали существующих, да, это нержавейка, это хардекс, это сталь-3, это гска, то есть, как вы знаете, сталь имеет свою пружинность, и наш станок вот эти вот параметры, вот эти погрешности учитывает. Давайте возьмем обычную гску. Наша программа вам сразу выставит вот такой вот 3D-макет шнека, который должен получиться, да. Также он вам сразу даст наружный внутренний диаметр, высоту реборды самой заготовки, которую вы будете отправлять на плазмную резку. То есть, именно те габариты, после которых вы их вырежете, и шнек получится идеально ровным. То есть, также тут присутствует угол раскрытия выреза, длина контура и даже масса заготовки. Ну, остальные параметры вы будете вводить именно в ЧПУ станка и настраивать станок под нужную геометрию витка. То есть, мы сделали все максимально просто. Вы вводите просто конечные результаты, конечные параметры витка, которые хотите получить на выходе, а программа все уже посчитает за вас. Саму заготовку и те параметры, которые вы будете вводить. Итак, спустя почти двухлетней разработки, нами была придумана вот эта вот технология гибких шнековых сегментов. В нашу линейку входят станки ГП-30, ГП-60 и ГП-100Т, которые полностью покрывают практически все нужды наших заказчиков. Вот на фоне меня стоят на сборке сейчас станки ГП-60Т. Они будут отправляться в скором времени по разным городам России нашим заказчикам. Под этим видео мы оставим ссылочку на наш сайт, где вы можете скачать полностью каталог нашего оборудования, технические характеристики. Также вы можете оставить там свою заявку. Наш менеджер вам позвонит и проконсультирует по всем вопросам. Вас я прошу подписаться на наш канал, поставить лайки. Возможно, вы захотите распространить это видео, показать друзьям. Поддерживайте нас в комментариях. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok